В объединенных Арабских Эмиратах в рамках Всемирной выставки Дубай Экспо 2020 прошел Национальный день Узбекистана. Масштабное торжественное мероприятие, организованное Министерством инвестиций и внешней торговли нашей страны, раскрыло глубиной истории, масштаб, развитие и потенциал современного Узбекистана. В атмосферу национального колорита и перспектив погрузился Джамши Цуатов. Звуки Карнаев и Сурнаев покоряют сегодня просторные улицы Дубая. Национальные песни и танцы манят к себе каждого. Это приглашение гостей к яркому событию в рамках Экспо. Национальный день Узбекистана – масштабное торжественное мероприятие, посвященное истории, современному развитию и потенциалу нашей страны. В церемонии открытия приняли участие представители Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Торгово-промышленные палаты, Министерство толерантности и сосуществования Объединенных Арабских Эмиратов, а также деловых кругов. В ходе приветственных обращений подчеркнут высокий уровень взаимоотношений двух стран. Успехи, достигнутые в двустороннем сотрудничестве в университетной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, звучало. Основная задача участия в Экспо-2020 заключается в демонстрации облика современного Узбекистана. Динамично развивающейся экономики, значительных эмиссионных возможностей, культурно-исторического наследия и туристического потенциала. Также участия к мероприятию была показана концертная программа с участием мастеров искусств Узбекистана, которые представили публике национальную музыкальную культуру и классические произведения. В таком же приподнятом духе гости торжества направились в павильон Узбекистана. Здесь на 1700 квадратных метрах представлена история, культура и достижение страны. Сделано всё необходимое, чтобы впечатления были незабываемыми. Отметим, что ежедневно павильон нашей страны посещает около 3000 человек. Многолюдным было и в Национальный день Узбекистана в рамках Экспо. Конечно, в первую очередь пришли в павильон Узбекистан, потому что всё равно это наше, то, что в нас осталось. Вот великолепно сыграли, мы просто остановились, не могли отойти. Нам не всё равно, как будет развиваться Узбекистан. Мы душой всё равно очень болеем. И мы переживаем, что мы приедем и просто не узнаем. Это превосходно. Мы узнали много нового об истории Узбекистана, о великих личностях, которые подарила эта земля. Также у этой страны очень хорошие шёлковые изделия. Национальная одежда, ремесло, музыка. И это далеко не полный список того, чем славится Узбекистан. А вы раньше были в Узбекистане? Нет. К сожалению, нет. Но нам очень хотелось бы. И наше знакомство с павильоном вашей страны расставило все точки над «и». У нас нет сомнений в том, что нам обязательно нужно посетить Узбекистан. И планируем мы сделать это в следующем году. Значит, вы уже определились со следующей поездкой, не так ли? Да, абсолютно. После увиденного сегодня у нас в этом не осталось сомнений. И поверите, но мы даже мысленно пакуем свои чемоданы. Здравствуйте. Добрый день. Откуда вы? Я из Уганды. А что вы узнали сегодня об Узбекистане? Это очень удивительная страна. Где жили такие великие люди, как Ибн Сина, Имам Аль-Бухари. Это страна, у которой очень богатая история, самобытные традиции и обычаи. Как думаете, насколько значима роль подобных выставок для страны? Я считаю, что это уникальный инструмент, который объединяет народы. Мы видим, что всем это интересно. Лично благодаря павильону Узбекистана гости смогут узнать не только об истории народа, но и о его достижениях в последние годы. Вы достаточно наслышаны об Узбекистане. Насколько вы знакомы с ней? Я знаю эту страну, однако был проинформирован не так много. Сегодня мы смогли наверстать упущенное. Все очень красиво. Конструкция, дизайн, национальный колорит. Все сделано на должном уровне. Нам понравилось абсолютно все. А вы бы хотели посетить эту страну в будущем? Очень хороший вопрос. Мы, кстати, об этом сегодня задумались. Почему бы и нет? Думаю, это хорошая идея. Тем временем организаторы масштабного ивента готовят для посетителей приятный подарок. За павильоном Узбекистана идет активная подготовка к важному процессу. Уже с центрального входа запахло очень вкусно, поскольку готовят узбекский плов. Ну и какой же праздник без национального плова? Давайте мы сейчас побеседуем с нашими поварами, узнаем о процессе. Здравствуйте. Видим, что все в разгаре. Готовится наш вкусный плов. Не устали? Нет, нет, не устали. Настроение праздничное. Готовим сегодня тонну плова. Все продукты привезли из Узбекистана, из солнечного Ташкента. Мы заметили, что в последние годы национальный плов также стал неотъемлемой частью вот таких вот культурных праздников Узбекистана за рубежом. Не так ли? Да, да, так. Вот, например, мы недавно были в Испании. Там тоже готовили плов. Местные населения и гости из других стран были очень в восторге. И наше национальное блюдо – это достояние Узбекистана. Это имеет очень важную роль. Пока готовится плов, гости экспо ждет еще одно представление. Показ узбекских платьев, сшитых из знаменитых всем тканей. Продвижение национального бренда также стало неотъемлемой частью подобных масштабных мероприятий. Очень красивые изделия из кокона и шелка. Были представлены шикарные изделия, головные уборы, платки. Эта культура очень близка нам. Мы очень любим местную кухню узбекскую. Мы очень любим ее изделия. Я вот представляю сегодня фалат Би-Би-Эс. Это гордость Узбекистана. Я думаю, потому что шелкопрядство всегда с древних времен, оно было очень развитое. И хорошо, что его продолжают национальные кадры. И вновь возле павильона нашей страны звучат национальные песни. Живое исполнение мастеров искусств, танцы придали событию особую атмосферу. Улыбки на лицах посетителей выставки, их невольное движение под музыку – тому подтверждение. Ну а наш плов готов. Напомним, поварам удалось приготовить целую тонну этого неповторимого блюда, о котором наслышан буквально весь мир. Плов очень вкусный, мне очень сильно понравилось. И мне вообще восторг от узбекской культуры, от еды. И очень сильно хотел бы посетить Узбекистан. А вы раньше пробовали узбекские блюда? Да, я пробовал неоднократно. Когда я вижу павильон Узбекистана на выставках, никогда не прохожу мимо. Приятные впечатления остались и после сегодняшнего плова. Очень вкусно. А не появилось ли желание посетить Узбекистан в дальнейшем? Вы знаете, мой друг из Германии очень тепло отзывался о вашей стране после посещения. Ему все понравилось. Он мне говорит, Маркус, ты просто обязан посетить Узбекистан. Это очень красивая страна. Поэтому я уже планирую поездку на следующий год. Сегодня жители и гости Дубая многое узнали о достижениях нового Узбекистана, о его инвестиционном потенциале, богатом культурном наследии. И есть основания полагать, что число зарубежных инвесторов, желающих начать свой бизнес именно в Узбекистане, а также туристов, которые захотят посетить нашу страну, станет в разы больше. Демшат Суатов, Шерзат Ульмазов для телеканала Узбекистан 24 из Объединенных Арабских Эмиратов.